ну что хочу у вас познакомиться с мастерской пойдем покажу что у нас какие у нас цеха расскажу все покажу это у нас доспешный цех там у нас саша саша у нас главная волшебница по покраске она у нас и рисует и красит все что связано с с росписью с покраской с фактурой делаем мы такие штуки для кино для театров костюмы обувь вот и всяческие аксессуары для исторических фильмов частности это козырек от фуражки нашим основной материал это кожа и ткань вот в основном кожа делаем мы доспехи из кожи и бывает из пластика из резины но в основном это кожа есть металл пусть у нас там позднее отдельно вот мы кое-что можем сделать из металла вот и так жильем у нас литейка но я чуть попозже покажу здесь мы красим это как раз царство саши красим фактуре самому тебе александр у нас занимается по металлу и по коже ну вот такой небольшая кузня вот в процессе вот темный эльф еще пока не готов но процесс идет для саша еще помимо металла и кожи работает еще и с керамикой вот и вот ну сейчас если может с пластикой работать то есть все модели которые можно сделать руками не напечатать могут саша делает руками мы потом снимаем копию резинки льем золотые руки так пойдем дальше у нас тут фрезерная новую не только мы делаем из дерева но бывает и вырезаем формой из акрила из пластика вот то что козырек я показывал это как раз форма была сделана на фрезере вот вырезали и потом уже тесним формуем но основном здесь вот такая вот столярочка у нас небольшая вот сейчас мы делаем сами окна для своих цехов вот поэтому режем здесь тут же красим и тут же устанавливаем в общем безотходное произвольство у нас тут швейный цех руководителем не только этого цеха но и обувного является наталья за всю работу связанную с этими двумя направлениями отвечают на кашу и помогают наши мастерицы настя сама света это наш ну вот тут как раз у нас все что связано с тканью мы делаем вот в этом цель есть отдельно машины швейный поток то есть из машин и вот здесь как раз вот у нас лекало раскрой и все все в одном пространстве происходит вот какие-то макеты уже тут вот процессе конечно все здесь у нас собирается то что из ткани ну и из кожи в том числе вот штаны плащи с верхняя какая-то одежда вещь верхний слой вот пойдем дальше у вовчик он вообще руководитель цеха все занимается обуви поэтому тут как бы говорит что он обувщик неправильно это обувной цех тут как раз происходит весь процесс от создания модели до ее затяжки подготовки к отправке там у нас место модельера закройщика краем тут же и получается раскроив мы тут же собираем на этой машине собираем потом затягиваем и уже финишная обработка собственно говоря выход отсюда уже готовы готовые обуви вот делаем вот такие вот сапоги театральные но можем и не только театральные делали для музеев вот и для кино такие вот у нас поршни такая обувь для театра ну и чуть-чуть повседневный у нас такие вот кеды такой небольшой цех ну пока в процессе развития может вы разрастется что-то большое пойдем дальше мы находимся на складе склад готовой продукции и материалов хозяйка у нас есть наталья и здесь же хранятся уже готовые и здесь небольшая фотостудия сейчас готовим к отправке придет дичей заберет посылку материал у нас вот разделяется там материал кожа ткань и обувной материал и вот здесь небольшая небольшая такая склад готовой продукции небольшая коллекция там доспехи то что то что из ткани наше мастерство подтверждают награды которые наши заказчики получают на кинофестивалях фото конкурсах и фестивалях косплея например фильм викинги художник екатерина шапкальца получила золотого орла высшую награду в россии кинематографическую а вова никифоров и дима андрей получили такой уже на следующий год за костюм это бол потом дима андреев за фильм грех получил нику ну и фотографы получают награды на международных конкурсах конкурсах еще косплейных тоже участвовали сами наши заказчики девятнадцатом году победили первое место за номинации групповой косплей с костюмами рад рагнара и лагерты это литье это резина которая ударопрочная при этом она довольно таки легкая и удобная для съемок кино такое мы тоже делали нас можно найти в интернете сокол воркшоп в инстаграм интернет либо вконтакте можно можно написать напрямую у нас есть на сайте уже готовая продукция можно выбрать из того что мы уже делаем ну либо работа под заказ и тогда нужна какая-то информация по персонажу либо либо референс либо эскиз ну да в основном это работа через эскиз отбор материала происходит пошив макета согласование материала потом уже мы начинаем шить это что-то если новое а если старое то у нас все все уже есть по поводу отправки отправляем мы по всему миру вот компания дейчель и боксбери экспресс это дейчель боксбери стандартная отправка в любую точку мира с по по оплате да ну обычно предоплата либо 50 либо сто процентов срок производства обычно в среднем от двух недель и до месяца бывает если сложный проект то это может и немножко подольше мы не гонимся прямо за какими-то сроками выдержки главное чтобы это было качественно сделано и остался человек доволен